Блин, сколько... Не снимай, не снимай это... Слушай, ну это провал. Это провалился эксперимент просто. Привет, друзья. 26 мая мы начали наш эксперимент с клейкими лентами. Мы взяли несколько кабелей от наших друзей и партнеров и проклеили их к полу и оставили на какое-то время. В первую неделю эксперимента к нам приехал Олег Занин и привез в витрину с катушками популярных кабелей от Van Damme Cable. А наша команда прошла краткий курс молодого бойца по коммутации. Теперь вы можете купить в Ригершоп коммутацию от Van Damme Cable от 1 метра. На второй неделе эксперимента к нам приехал Илья Утукин и, конечно же, мы записали видосик. Смотрим. Итак, ребят, привет. К нам приехал Илья Утукин в компании... Ригершоп, если что, это же не Афанасик или Мол? А, это Илья Утукин. А, приехал помочь провести тестирование, так сказать, принять участие, потопать, посмотреть, убедиться, что действительно две недели лежит скотч, приклеенные провода и в одном кабеле и ПВС. ПВС, ГОСТ черный. Качественный, гибкий, супер. Вообще, две недели лежит, хоть в одной столе он бы не отметил. Да и он сегодня приехал, и, ой, а тут такое, ни разу, Жень, да, сейчас отметишь нас, и мы научимся будем делать упражнение. Да, сейчас научусь делать репостки, Гершоп. А мы скоро будем это вскрывать и покажу вам, как он будет. А я тут еще две недели, да, а я тут еще, поскольку зарекал, решился, как Амфорфит, перчатку прикупить. Все это время тестовые образцы лежали при входе в магазин и ежедневно подвергались влажной уборке пола. Незаметно пролетела и третья неделя эксперимента. Друзья, привет. И вот наш эксперимент подходит, так сказать, к концу к самому интересному проверке. Напомню, мы это наклеили на две недели, но по факту получилось целых три недели у нас пролежал скотч с заклеенными проводами. Вот Мандант Кейбл, микрофонный обычный сигнальный кабель. И у нас еще есть кабель силовой, Music Max Group, ПВС, ГОСТ, черный. Вот, соответственно, мы наклеили, оставили. Как видите, у нас тут все это в рабочем режиме. Все ходили, топтали, все проверяли, умывали, пачкали. Делаю скотчик тоже. Спустя три недели немножечко подзатерся. Какие ожидания от эксперимента? Что ты думаешь, увидим там? Ну, я думаю, что 50 на 50. Я думаю, какие-то позиции оставят, какие-то не оставят. Я думаю, в процессе уже увидим, какие конкретно. Ну, моя вот ставка мат500, все будет чистенько и аккуратненько. Ты на мат500 ставишь. Да, вот это я выбираю сразу его, потому что он будет 100% с учетником. Ну, давай, чтобы было справедливо и корректно, начнем снимать с того, который криевый первый. Соответственно, с прографа. С прографа? Давай. Окей. Начинай отклеивать. Снимаем. Стоп, стоп, стоп. У нас снимается кабель, остается, а скотч мы снимаем. Да, как это происходит обычно. Блин, сколько мне снимают, не снимают, не снимают. Блин. Все провалилось. Подождем еще две недели. А на самом деле, что там получилось? Все там как бы дальше, да, я фигачу? Я понял, короче, снимаем нон-стопом, а дальше нарезаем, что там будет. Ясно, понятно. Ну, давай тогда. Собственно, сняли програф. Слушали провода. Как я видел, делаю в некоторых тестах, беру салфетку, заготовленную, и ей проходится по проводам. И если она отбирается, где прилипает, то значит, что скотч остался. Тогда проверим? Давай попробуем. Получается так. Да. Ну, собственно, ну, только если пыль. Ну, 2-3 недели-то. Как бы салфетку вообще ничего не задело, да, ничего. По поводу скотча. Сам скотч. Особо тоже в себе ничего не потерял. Ну, да, и у меня даже разрывов нет, которые сейчас появились. Раскрытие. Ну, и то же самое получается. О, да. И на полу, да. Ничего не налепает. Раскотчики остаются. Так, что, давай дальше. Так, дальше у нас идет экстромат. Как думаешь, Жень, твои вставки? Мне кажется, покажу тоже себя неплохо. Без клея? Без клея. Ну, давай проверять. Так, ну, собственно, удалился так же без проблем. Ну, так же здесь нету. Так, у нас здесь, да, получается осталась козявка. Смотрим на козявку. Маленький кусочек, да. Остался, который разделяется на маленькие ниточки. Так, а давай проверяем провода. Да, это тоже провода. И сейчас посмотрим, остался ли клей. Ну, тут тоже самое без изменений раз. И без изменений два. Ну, да. Так, проверяем пол. Нет, нет, не цепляется. Вот это получается какой-то кусочек. Ну, по пятибалльной шкале, то есть, получается 4,8 у нас. Ну, экстромат. Все-таки, наверное. Так, давай двигаемся дальше. Мат-500. Вот. Ну, я думаю, тут результат будет ожидаемый. Я как-то понял, это твой любимчик. А почему бы и нет. Ну, тейп вообще без изменений. Нигде не порвался, нигде не стрепался. Соответственно, после тейпа отмениваем еще и видно, что ничего. Здесь все пусто. И провода. Также кабель. Правильно она говорит, да? Кабель. Коммутация. Собственно, тоже без изменений. На пятерочку. Так, теперь ригершоп. Тканевый. Так, какие предположения на его счет? Пока я не открыл. Это мой любимчик. Ну, тейп, собственно, также без изменений. Слушай, пол видно, да, что так же, как и мат-500. Вот, вообще. Ну, да. Если вот про гафа и экстремата есть какие-то полоски, как это, видимо, небольшая важность, то от этих двух, от мат-500 и ригершоп, от мат-про, даже нет никаких. Ну, и по про отдау, также никаких остатков скотча нет. Справился она отлично. Так, ну, что же покажут на жлянцы? Кстати, между прочим, не стал тебе показывать, ну, по правилам, чтобы иммунизировать остаток клея при удалении, надо снимать по-другому, 30 градусов отрывать. Именно вот так вот. Да? Чуть-чуть отрываем, а не вот так вот. Ну, как бы эксперимент. Я думал, продолжишь. Ну, как бы самое-то, мы не пытаемся показать, как это работает в действительности вживую. Ну, мало, принципно открываем, так вот, например, аккуратно. Обычно сдергиваем, как только можно. Все недоступные способами. На собственном стиле сорвать и уехать домой. Без изменений. Фиксирующие полосочки. Проверяем пол. Слушайте, тоже вообще не играю на скотча. Так и на проводах. Хотя, хотя нет. Ну, возможно, здесь это тот, который торчал снаружи. И просто это от того, что полы, и так далее. А сами провода чистые. Собственно, вот как-то так. Так, слушай, у нас есть еще бонус. У нас есть флюрики, на которые мы подписывали. Это также ProGap тканевый. И есть белый, насколько я помню, это Экстромат. Наш второй претендент. Тоже заклеили. Ровная поверхность, максимальная адгезия и максимальное нажатие. Посмотрим, что с ним. Ну, давай проверим. Ну, я думаю, что тоже все будет хорошо. Ничего страшного. Очень тяжело отходит. Слышите, да, с таким звуком? Блин, слушай, ну это провал. Это провалился эксперимент просто. Никаких следов не хотя бы один оставил, что-либо порвался. Это полный провал просто, не знаю. Давайте флюрики, что-то, да, для частного эксперимента. Что, что отдирать, так отдирать, все. Это оказалось слишком легкой задачей для тейпа. Проблежать всего лишь какие-то три недели тоже без изменений. Под ногами, под, не знаю, это само, под уборкой. Ну, собственно говоря, что делать? Надо расписаться на своей некомпетентности и устроить скотч в более жесткие испытания, где они смогут привить свое качество. А так, получается, все отработали на твердую пятерку. Совершенно верно. Вот этот скотч. Покупайте хороший скотч или гершу. Оставляйте свои комментарии по поводу нашего эксперимента. Делитесь мнением. Возможно, мы что-то упустили, забыли, не учли. Мы обязательно постараемся это восполнить, эти упущения, может быть, в следующих наших экспериментах. Кстати, нам тут наши друзья и партнеры, предлагают взять впреочиститель клейкой ленты. Мы все время думали, а зачем он? Ну, зачем он действительно нужен, если не оставляет следующих следов? Вот. Проверили, посмотрели. Ну, нечего здесь чистить. Ну, нечего. Но, если что, ребята, у нас теперь есть провода OneDum Cable в наличии. Можно прийти и отмотать понравившийся кусочек любую длину намотки. и сделать себе переходники какие-то там, или там спецкабель для себя любимого. У нас теперь есть спрей-чиститель клейкой ленты. Не знаю, может быть, пригодится в каких-то там в ваших случаях. Ну, и у нас есть самый лучший скотч на свете. Ребята, у нас тут в офисе небольшой демон-перестановочка. У нас была проложена коммутация под нашу большой стол. Делана это было, по-моему, четыре года назад. И клейка ленты сейчас вот не вспомню. Вот это МАД-500, вот это МАД-500. Ну, вот, что-то из этого. Смотрите на внешний вид. Показывает действительно о том, что это было давно и долго. Давайте посмотрим, как он будет отрываться и что он это себя оставляет. Так. Здесь видно, сразу пошли сливы от фурика. А этот обходит. Да, и не остается клея. Есть только с краешку небольшой бортик. А так все остальное без его остатка. Вот так вот сквозь года, сквозь расстояние. Мактаип. Продолжаем убирать, снимать скотч. Так. Дерево. Икея. Старый Икея. И что у нас здесь получается? скотча нет. Есть маленькие кусочки только, которые также полипывали сандартным. Сандартным методом спокойненько убираются. А ведь этому действительно 4 года. вот вы иногда спрашиваете, чем отличается один скотч от другого качеством клея и его долговечностью использования. Используйте хороший скотч. сандартным методом. Сандартным методом под nichил 50-90%